МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 съем�� МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА asse МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Un ensuite?" iko – -"ن آخر". Это было для меня из Мумин Кану. Я был в Тожикстане много времени в Душанбе, в Тожикстане, и я работал в это время. У меня была очень большая семья. Первый год, мой сын и мадер, я работал в моем доме. Это было немного дольше. Почему я работал в это время? Потому что в один момент, мой сын и мадер, в моем доме, в той стороне, в той стороне, я был в доме, в той стране, в той стороне, в той стороне, в той стороне. И в последние годы, в республике мы, несколько раз, шоуир Абдул-Кусим Лавути 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 неожиданно получил повестку военкомата еще в москве но выписался уже из общежития я пошел военкомат они тут же меня отправили на медосмотр потом комиссия стала спрашивать что у тебя болит что не болит я говорю ничего не болит и тут же меня отправили на рафа минск для службы в армии прослужил там целый год но где-то в середине этого года я пошел в увольнение поскольку хорошо отстрелял на полигоне и мне дали три дня входных зашел к араму ильичу у которого занимался все эти пять лет сказал что арам ильич я в пехоте вот не могли бы вы написать полковнику нашему александр черный чтобы меня перевели духовой оркестр но так случилось что он написал и меня перевели в оркестр яс там уже был был более свободный оркестре тоже дежурили дневальный я был дежурным дневальным в это время зашел старшина роты я приложил руку так вот и а он не говорит к пустой голове руку не прикладывают надо было кепку надеть ну вот и было время такое что я мог выйти во дворик этой роты и сидеть что-то писать там какие-то наброски это было празднество для симфонического оркестра я был более свободен там и вот ручкой писал это иногда подходил какому-то ударному инструменту духовом оркестр они были в полном комплекте и это было своего рода началом возвращения к творчеству и это сочинение исполнялось уже на съезде композиторов ссср ну Субтитры создавал DimaTorzok Огромную помощь мне оказывал в моей бытовой жизни Арам Ильич Хачатурян. Арам Ильич Хачатурян, тогда, когда я уже обзавелся семьей, я его опять же попросил, чтобы нам выдали квартиру, и это случилось моментально. И он мне говорит, если бы я написал вашему первому секретарю, уважаемый Джабар Расулович, вывезти там квартиру, то ты бы не получил. Но я ему позвонил и написал, дорогой Джабар, пожалуйста, сделай квартиру моему ученику и так далее. И вот это случилось, и моя жизнь пошла более-менее в нормальном русле. Другие моменты с Арамом Ильичом, это когда он подъезжал в консерваторию, я его встречал, он на такси подъезжал, я его встречал, и он говорил, у тебя есть деньги, рубль, заплати этому таксисту. Тогда рубль, это полтора доллара был. Я отдавал ему 10 рублей водителю, у которого не было сдачи. Ну, в общем, таким образом обходилось. Мы уходили, поднимались в 35-й класс с Арамом Ильичом. А потом у нас были дополнительные занятия у него дома. Я у него дома занимались мы, и он тогда вынул мне, вы, наверное, многие знаете уже, свою фотографию, и сказал, эта фотография напечатана в Соединенных Штатах. Я только что оттуда приехал, и написал, Талиб, не теряйте время. Написал это, у меня это фотографии в этих книжках есть, и дома висит. Но когда я вот в тот день уходил из его дома после урока, он выдал мне 10 рублей, говорит, это за такси, которое ты заплатил. Ну, вот такие вот моменты не один раз были. Устат Мегуян, дар пыштихар, як марди бузург, як занюй бузург мистерат. Хангуми фауляти эджодиешему, сахми ойляешему, че андузадошит? Ман, я говорю, с хамон вақтой, ки баргаштам дар дүшамбе, рузноумай, камсамол, камсамолец Таджикистана дедам, нараунжа акси, кульсифач Сатору. Парага, ки баргаштам, ки, дуфтар баят боман бошад. Хамин хил шуру шуд зиндаги мо, ва то в амин вақта, оло панчаса олмешуд боди-яксал, мо бухам астим, ва хамин тарафа, хамдили дарим. Стояди Азиз, дар бурай Сафархой-хонарей худ кам тар сухан ме керден. Баадас консерватория шуду шуду шуд, хай аз дүшамбе мирахтам, аз дүшамбе, Москва, дарунжа, амон вақті, хар сал, фестивали, мусіки, оғангсозоні СССР буд. Авалин азариман, хамон түйон буд, тіянь, әңізекі, празднестам дъүшамбе, дүшамбе үшіңді. Баадас вақтан, хамдар Дуизбург, хамдар праға, дар праға консерты, авалинімен бағы, пианого оркестр жүрошуд, дар етіпохе, оғангсозоні СССР буде, дар амон, пленум ва, Это фестиваль «Амавахт» из трех недостей, потому что мы в танке «Албатта», «Якчезы», «Озеро Замон Бушаду», «Якумимбор» и «Джрошават». Так вот, эти съезды наши и концерты, которые проходили в те годы, правление Союза композиторов во главе с Тихоном Хрениковым организовывали фестивали современной музыки, современных композиторов и требовали обязательного нового сочинения. «Албатта» 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 И прямо через несколько дней после исполнения в Большом зале консерватории мы все, вот эти три композитора, которые там исполнялись, мое сочинение, сочинение Андрея Ишпая и Романа Леденева. Мы отправились опять же в Дюссельдорф и там были исполнены все наши сочинения, наши встречи с композиторами. Есть где-то у меня фото, все вместе мы стоим. Ну вот такие моменты. Ну вот в настоящее время, когда мы оказались все после развала СССР, все оказались за рубежом, я так пишу в своих воспоминаниях. Контакты были, мы участвовали в разных, опять же, фестивалях, но было больше поездок за рубеж, в ближние зарубежи тогда говорили. И это были уже и Казахстан, и Германия, и в Тбилиси. И очень хороший дирижер тбилисский, грузинский, Кахидзе, Жансун Кахидзе, тоже исполнил Садо. И это было тоже каким-то своеобразным, своеобразной трактовкой, что ли, этого сочинения. Позже мои сочинения записывали в доме радио. Это Марк Эрмлер, очень хороший дирижер того времени. Он ушел из жизни в начале 2000-х. Мы записали с ним фрагменты из балетов «Сиявуш», «Юсуф из Улейха». «Сиявуш», «Юсуф из Улейха». Ну, кстати, и самым таким интересным событием было мое сочинение «Рубаиха Яма», балет для Маляки Сабировой, который в 1982 году нам предложили сделать этот балет во времена Союза. Маляка Сабирова в то время успела сняться в этом фильме по заказу центрального телевидения. Этот балет был записан с ее участием и с участием солистов из Большого театра. Она была и тогда уже народной артисткой СССР и в Большом театре тоже числилась. И в нашем театре. И наш театр, и узбекский, и Большой театр Станиславского Немировича Данченко. И все вместе мы сделали этот балет. КОНЕЦ Слава Богу, он вот есть в интернете. И иногда я заглядываю туда и с удовольствием смотрю на это исполнение Маляки Сабировой и Вадима Тедеева. КОНЕЦ 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 Мы в два раза, когда мы в театре говорили, что они могли бы не успешно принимать. И мне и мой друг, Абдурахманов, была тенор. Мы, два мужчин, не остались. Они сказали, что это два тенанда из полиции. Если вы получаете из этого тенана, мы смогли принимать работу. И мы, до того уровня, все эти тенаны были в технике, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 последним гармоничным слиянием с нашим оркестром, и он читал «Хафиза». И очень было драматичное это событие, поскольку через несколько недель он ушел из жизни. Но это сочинение осталось в памяти и его близких друзей, и наших артистов, которые были в оркестре и исполняли. Мы работали, как уже все сказал Анвар, очень много и каким-то действительно стимулом было. Это и родная музыка фольклорная, и мировая классика, все это сливалось в одно, и публика принимала очень хорошо. Я это тоже запомнил. Телевидение записывало, все это передавалось, и слава Богу, теперь это можно и в интернете найти, многие эти песни и исполнения. Я хочу сказать, что для меня это большая честь, что мы, молодежь, можем восхищаться вашей музыкой. И что бы вы посоветовали нынешней молодежи, что может их вдохновить для такого же великолепного творчества, которым вы занимались всю свою жизнь? И какие трудности у вас возникали, и как вы их преодолевали все это время? Спасибо. Ну вот тогда такой период совпал с тем, что была какая-то свобода выбора, и мы с удовольствием это делали, поскольку хотели друг перед другом, так сказать, показать то, что происходит в мировой музыке. И кто-то отдавался авангардному течению, кто-то это сливал в одну музыкальную драматургию, пусть это будет и авангард, но на основе какой-то очень интересной мелодики, ладовой концепции. И я предлагал молодым изучить того же Бартака, портопианные пьесы, и сравнить с тем, что он делал в оркестре. Это мы вместе слушали. И это было в училище, и это было потом в консерватории здесь. Но еще другой момент сравнительный с этим. Я жил в общежитии на Малой Грузинской. В то время была премьера Шостаковича как композитора в фильме «Гамлет». А «Гамлет» это чуть ли не всех нас интересует. Имеется в виду всех. Шекспир – это «Быть или не быть» и так далее. Я вот этот монолог выучил наизусть, а Смоктуновский был в фильме. Режиссер был Козинцев, музыка Шостаковича. Смоктуновский замечательно сыграл эту роль. Я стал ему подражать, и его голосу тоже, тембру. «Быть или не быть» – вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление и тысячу, и так далее, и так далее. В общем, все это было наизусть в тембре Смоктуновского было сделано. Я это записал в Душанбе после премьеры по телевизору. Я увидел этот фильм, сделал на катушку такую тех времен, 75-й. Потому что в общежитии я возвратился в те годы, кто в одной комнате мы жили. Это был композитор тоже. Я ему на катушку эту поставил. Он послушал это и говорит, а зачем тебе этот Смоктуновский? И это было странно. Я ему не стал говорить, что это я. А потом через несколько лет сказал, что это я записывал. И мы выпили тогда. В общем, быть или не быть. Мы, пожалуй, на этих мыслях закончим нашу беседу и постараемся в следующий раз, если это случится, более компактно и с новыми сочинениями новых композиторов и молодых композиторов, так, чтобы в театре это было событием. Будем говорить, что театр – это площадка для молодых композиторов и великой классики, которая сейчас живет во всем мире. Давайте вместе творить это. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok